Девушки отдыхают Сегодня приложение с бесплатными консультациями и бизнес-советами от известных людей. А почему лекарь не позволяет этих гаджетов для детей? А также как создать успешный стартап для самых крошечных потребителей. Об этом мы говорим с нашими гостями, которые у нас сейчас в студии. Они пришли не одни, а с неким сундуком. Катерина Смолянинова и Юрий Кардиян. Спивзасновники проекта «Сундук-Бурундук». Это коробочка сюрприз для детей от 2 до 8 лет. Развивая уяву, творчесть, моторику, мыслення и мову. Проект стартовал в серпе прошлого года. Признавайтесь, куда «Бурундука» подевали. «Бурундук» сидит и разрабатывает задания. Не трогайте его. Вы знаете, у нас бывают случаи, когда звонят на наш телефон. Мы оставляем контактный телефон. Дети из «Алло, это Бурундук? Брум? А когда придет новый сундучок?» Подизналась, что у вас два варианта. Это для молодшего века и для старшего. Можете выяснить, что они кардинально изменяются? Есть некоторые активности, которые похожи. Но, к примеру, уровень лепки мы разделяем, потому что где больше элементов. Более маленькие элементы, когда ребеночек может сам скатать колбаску, сделать улиточку. Это более для младшего возраста. Если уже что-то посложнение, там ежика, иголки, где нужно, где возможно нужно взять ножницы, то это уже для старших. Вы, когда запускались, вкладывали какую-то определенную сумму и какую? Мы существуем полностью на свои деньги. У нас есть один из членов команды, он спонсирует это все. Мы всегда знаем, что вкладывать инвестиции, инвестиции себя оправдывают. Приходят родители, мы столько слышим отзывов, действительно приятных. И это наша основная мотивация. А с кем же есть сундук-брундок? Вот у нас скоро будет год. Годик, да. За сейчас инвестиции эти отбываются, или нет? Да, инвестиции отбиваются, и есть рост, есть перспектива. Мы видим, что очень сложно было вначале объяснить, что это такое. Потому что на рынке, когда мы приходили, когда мы пришли, это была новинка, развивающие коробочки. Ну, не совсем понятно. Сейчас люди больше узнают, да, им легче уже это воспринимать. Сколько коробочек уже на следующий месяц у вас забронировано? У нас система такая, что можно купить любую коробочку месяца, которые у нас еще остались. Поэтому мы не делаем какую-то заранее бронь, да, у нас появляется внучок, мы его распускаем по всем нашим связям, и родители обращаются. На протяжении месяца-двух они могут его заказать. По ценам на наше время это просто, я не знаю, 300 гривен, ну, где конструктор Lego стоит, допустим, там полторы тысячи, вот такой вот. Это нам кажется, мы держим цену, у нас цена не менялась на протяжении года, независимо от доллара, независимо от материалов. А вы у детенствия еще брались? Я очень любил конструктор, складывать что-то, вот представлять. Для меня важно было, если это какие-то фигурки, то у меня сразу в голове какая-то была история. Здесь какие-то сражения, здесь у нас путешествия, так же самое и у нас. Везде ко всем активностям есть такие небольшие предыстории. А у меня было, наверное, самое счастливое детство, потому что со мной родители очень занимались, и мы занимались именно процессом создания. Мы вот это вот все делали вместе, всякие подделки, рисовалки, куколки. Зараз мы узнаем о Коянх и гостем местах, а вообще у всех украинцев, как на них вплинули игрушки, дитячие, это по-перше. И, очевидно, они про ваш проект, а именно про сундук-буландук. Скажи, пожалуйста, чем ты игралася в детенстве? Девчатами проиграла в скакалке. В кепсе, перебувачки. Попикробик. Во дворі, по гаражам. Сині м'яч, який можна було вбити, напевно. Чи впливають игрушки на дитину у дорослому віці? Возможно, да. Згадуюсь себе в детенстві. Мозги починають працювати краще. Якщо на мене щось вплинуло, то в останнюю чергу ці игрушки. А як ти вважаєш, а що таке сундук-буландук? Может, якась игрушка? Совершенно не знаю. Це дуже круто. Немає ніякого уявления. Це щось має бути комедне. Скорбничка, скринька, дерев'яна. Ви її відкриваєте із вітіль. А, це ворундук! Усі сходять в одній думці, що дійсно, игрушки, у які ми граємо у дитинстві, вони впливають на наше майбутнє життя і на період дорослішання. Тож, давайте переходимо якраз на цю тему. Скажіть, будь ласка, ось подібні приклади роботи дитячої. Так, які майстерності розвиваєте? Розвиваєте. Так, основні наші активності і задання направлено на розвитие мелкой моторики, на воображення, на логику, дитячний материал, де треба щось дорисувати, дописати, допридумувати. Кніга, на чтення, на восприятие. Все книги пытаемся подобрати максимально якісь якісь образні, класні, з героями, персонажами. На музику. Ми ввели музикальний інструмент. Вот этот, допустим, ми можемо зробити посох дождя, який пересипається і звуки здає. У нас була в Україні сапілка, в которой тож можна було покрасити і играти. Я смотрю, що у ребят зази є паспорт маленького українця. Между прочим. А слухайте, тут треба фотокарту вклеївати? Да, да, це тож ми розрабатували і дуже відповідно підходили до цього, як і ко всему. Сюда він вклеївати свою фотографію, пишет свої інициалу, так як діти любят дуже путешествувати, і вони завжди хочуть бути похожими на взрослого. Конечно. І цим ми хотіли показати, що ти маленький, у тебе теж є документ. Ідентифіціруйте себе вже, пожалуй, в обществі. Але зази він не обичний, він зази пишет своє місто проживання, континент, країну, місто, щоб він вже також і изучав, він вже знав, що це. Посоветуйте, пожалуй, нашим молодим, юним стартаперам, які також хочуть воплати свої мечти в реальності, і поступити, як ви, зробити нещо своє самостоятельно. Стартап – це постійна робота. Потрібно постійно щось пробувати нове, що-то использовать, необычні якісь методи, і все виходить, треба просто робити. Так, і дуже важливо, щоб це ще вдохновляло не тільки команду, а й окружаючі. Коли ти слухаєш о тому, що спасибо, і дійсно діти радуються, діти ждуть. Це найвознаграждення, найважаються. Отже, за годину, за 60 хвилин, не відставай також. Так, а скільки мільярдів людей ще місяця використовується Фейсбук? Приложення з безплатними бізнес-советами на кожний день, а також вопрос і ответ, і от вас ответ, от нас вопрос, і от нас подарочки. Також будьте с нами, ровно через час. Я не дала этому молодому человеку говорити, тому що ровно через час ми знову його услышимо. Уху! До встречи! Субтитрувальниця Оля Шор